Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей. С вами Егор Матаев. Начну с главных тем. Уборка сахарной свеклы в хозяйствах Алтайского края будет длиться все три осенних месяца. Подробнее через несколько минут. Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в организацию процесса работы образовательных учреждений. Об этом выпуске. Хоккеисты Динамо Алтай завершили серию товарищеских матчей. Футбольный клуб Динамо Барнаул сыграл второй домашний матч против Тюмени. Об этом и многом другом в рубрике «Спорт. Обзор» в нашем выпуске. В Алтайском крае продолжается уборочная кампания. В этом году посевы гороха занимали около 100 тысяч гектаров. На сегодняшний день аграрии намолотили около 140 тысяч тонн гороха. Большой клин под эту культуру отвели аграрии Алейского, Топчихинского, Косихинского, Зминогорского и Родинского районов. Максимальную урожайность получили хозяйства, расположенные в территориях, где меньше проявлялась засуха. В среднем по краю урожайность гороха составила 14,5 центнеров с гектара. Уборка сахарной свеклы в хозяйствах Алтайского края будет длиться все три осенних месяца. Дело в том, что этой культуре не страшны холода. Заморозки повышают ее сахаристость. С учетом таких особенностей сладкого корня Черемновский сахарный завод выставляет график приема сырья в переработку от свекла сеющих сельхозпредприятий. Пока основные уборочные работы идут в агрофирме Черемновская Павловского района и Калманском хозяйстве Кубанка. Средняя урожайность сахарной свеклы, по данным регионального минсельхоза, около 450 центнеров с гектара. Показатель хороший, поскольку поля этих хозяйств незначительно пострадали от засухи. Кроме Павловского и Калманского районов, сахарную свеклу выращивают также в Топчихинском, Ребрихинском и Шалоболихинском районах. Специалисты возлагают надежду на то, что в течение осени при благоприятных условиях сладкий корень успеет набрать дополнительную массу. Напомню, в 2018 году с одного гектара в среднем по краю собрали почти 380 центнеров. В 2019 урожайность существенно возросла. К другим темам. 67 жителей края заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Выздоровело 135 пациентов. Зарегистрировано 4 смертельных случая от COVID-19-2. Всего в регионе с начала пандемии инфекцию обнаружили чуть более чем у 11,5 тысяч жителей. Выздоровело более 10 тысяч человек. На лечении находится 970 пациентов. Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в организацию процесса работы образовательных учреждений. Подробности в сюжете Софьи Житиной. Линейкам 1 сентября быть. Но не в привычном формате. Услышать традиционный звонок смогут лишь ученики первых, девятых и одиннадцатых классов. Между ними будут контролировать соблюдение социальной дистанции полтора метра. Все, как рекомендует Роспотребнадзор. Ношение масок для учащихся является необязательным и по желанию родителей и законных представителей. На территории? На территории 1 сентября. То есть это носит индивидуальный характер. Ношение масок и учителями и сотрудниками на добровольной основе. Но для родителей, которые непосредственно будут участниками образовательных отношений и этого процесса линейки, маски являются обязательным условием. В образовательных учреждениях будут работать запасные входы, чтобы минимизировать контакт между учениками разных классов. Каждому из них будут обрабатывать руки антисептиком, измерять температуру тепловизором. Тем, у кого она превышает 37 градусов, дорога в специально оборудованный изолятор. В изолятор мы помещаем ребенка и соответственно уведомляем об этом законного представителя либо родителя для принятия дальнейшего решения вызова скорой помощи, либо передачи ребенка родителям. За каждым классом закреплены отдельные кабинеты, а также время перемен. Ходить ребенку в защитной маске в учебном заведении или нет – выбор законного представителя. По словам учеников, вынужденные меры никак не отразятся на их обучении. Качество обучения и то, что мы будем ходить в масках, если что, в перчатках, то это как бы ручку нам не помешает в руки взять. Питание детей в столовой теперь тоже расписано по минутам. У каждого класса свое время. Для сотрудников пищеблока ношение масок обязательно. Уборка помещений осуществляется через каждые два часа. Влажная уборка в кабинетах, протирание столов, мебели. Приобретены рециркуляторы для обработки воздуха от бактерий. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко объяснил, что школам рекомендовали проводить факультативные и элективные занятия дистанционно. Занятия одного часа или такие предметы, как второй иностранный язык, родной язык, родная литература, рассмотреть, посоветоваться с родителями, с педагогическим коллективом и рекомендовать их перенести, например, в удаленное обучение в дистанционном формате, если на то будет согласие и учителей, и необходимый ресурс есть у школы, и, соответственно, родителей. Костенко отметил, что в этом году в крае идут в школы на 5000 учеников больше, чем в прошлом. Это 280 тысяч обучающихся, из них 3500 первоклассники. Софья Житина, Алексей Михайлов, новости. Пожарный – это призвание. Работа опасная и сложная, как в психологическом, так и в физическом плане. В рамках проекта «Журналист меняет профессию» наш корреспондент Дмитрий Дроздов попробовал себя в роли пожарного и прошел курс молодого бойца. Получилось ли? Смотрите прямо сейчас. Перед тем, как сотрудник МЧС выезжает на пожар, самое главное – это инструктаж и много тренировок, чтобы подтвердить свою профпригодность. На теории обсуждаются все возможные моменты – правила безопасности, эгипировка и сложность возгорания. Задача одна – спасти человека. После теории – практика. Пожарный должен пройти полосу горящих препятствий и газовую камеру. Да, это была газовая камера, куда мы сейчас и отправимся. Мы прошли весь инструктаж, послушали, что нужно делать, как действовать и что мы на себе сейчас почувствуем. Наше следующее действие – мы одеваемся в специальное пожарное амбудирование, ну и отправляемся в газовую камеру. Боевая одежда пожарного, дыхательный аппарат, баллон с воздухом и каска. Общий вес всей амуниции – 17 килограммов. Проверив снаряжение на работоспособность, отправляемся на конечный инструктаж. И в бой. Конечно, имитированный. Но эмоции и адреналин даже тут зашкаливает. Прямо вверх. Прямо вверх. В камере темно, очень много дыма и нулевая видимость. Спасает только фонарик командира звена. В узких пароходах на ощупь определяем дальнейшие движения. Эти минуты в газовой камере казались вечностью. Проходя туннель за туннелем, препятствия за препятствием, мы наконец достигли цели. Выход сквозь плотную дымовую завесу найден. Это и есть первое задание для пожарного, для профгодности быть пожарным. Пройти полосу препятствий в газовой камере. Скажу честно, там было темно, вы сами видели, было интересно, даже местами было страшно. Но четкие команды нашего командира звена вручали во многих случаях. В некоторых местах приходилось идти в полный рост, где-то лежа и где-то сидя. Но мы со всем справились. Поэтому я уверен, что при серьезных ситуациях, при пожаре, люди будут точно уж спасены. Дмитрий Дороздов, Михаил Ильюхуншан. Новости. С 1 сентября в Алтайском крае начнут действовать скидки на проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Покупать билеты в половину дешевле они смогут по 15 июня 2021 года. Льгота распространяется как на разовые, так и на абонементные билеты, вида ежедневно и выходного дня. Воспользоваться ей можно будет при предъявлении справки учащегося, либо студенческого билета или билета учащегося очной формы обучения. При этом на скорые пригородные поезда дополнительно требуется свидетельство о рождении или паспорт. Теперь к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» завершили серию товарищеских игр с красноярскими рысями. Футбольный клуб «Динамо Барнаул» сыграл второй домашний матч против Тюмени. А также о том, как прошла пресс-конференция нового футбольного клуба «Темп» расскажет Дмитрий Дроздов в рубрике «Спортобзор». Подопечный Александр Усачев в двух матчах переиграли красноярских рысей. Первый матч победа хозяев 4-2, второй 6-2. Игры носили товарищеский характер, однако удалений в двух матчах было много, так же, как и силовых приемов. Оба хоккейных клуба обкатывали молодежку и новых игроков. С кем-то из хоккеистов придется попрощаться, и тогда будет известен окончательный состав команды. Ну, то не товарищеский матч, что была задача проверить ребят. То есть давно не играли, потеряли игровой тонус. То есть вчера маленькая игра была скомкана, хотя территориальное преимущество имели, но подвело большое количество удалений. Сегодня ребятам основного состава дали отдохнуть, проверили молодых ребят. Кто-то здорово себя проявил, с кем-то придется расстаться. Кстати, после каждого матча команды пробивали булиты. В этом точнее оказались красноярские хоккеисты и выиграли в двух сериях булитов. По словам Александра Усачева, задача на новый сезон – это победа в Кубке Федерации. Футболисты «Динамо Барноу» завершили серию домашних игр в Лиге Урал-Приволжья. Если в первом матче против «Пермской звезды» игра была равной, как и счет 1-1, то в игре против Тюмени все пошло не по плану. Два пропущенных мяча в начале встречи оказались последними в этом матче. Как итог, победа Тюмени 2-0. Следующие игры алтайские футболисты проведут на выезде. 7 сентября в Екатеринбурге им предстоит сыграть с «Уралом-2», после чего 10 сентября «Динамовцы» встретятся с Челябинском. Ну, к сожалению, давать два мяча, конечно, Тюмени в начале игры, то есть, ну, конечно, это не позволительно роскошь. К сожалению, мы не можем пока никак справиться, я не знаю, как его назвать комплексом, потому что, когда мы видим фамилии всех игроков ФНЛ, что мы как будто на какой-то период как бы выпадаем в каком-то шоке, потом вроде собираемся, пытаемся как-то все это выравнивать. То есть нам надо вот этот комплекс, наверное, и жить в первую очередь. То есть мы можем быть другой футбол. В Барнауле рождается новый профессиональный футбольный клуб. Возрождение команды «Темп» с новыми амбициями и задачами на сезон. Сегодня прошла первая пресс-конференция команды, на которой озвучены цели футбольного клуба, состав игроков и администрации. По словам Александра Яркина, который возобновил свою карьеру и будет играть за новый клуб, тренировки проходят очень интересно и по новой европейской системе. Новые упражнения футболисты подошли, посмотрели, манишки поменяли, и пошли делать другое упражнение. Упражнение интересное, на самом деле интенсивное. Чересчур иногда интенсивное. Тяжеловато становится, но тяжело обучение, легко в бою. Клуб начнет свой путь с чемпионата Алтайского края. Первую игру «Темп» проведет уже 29 августа против Барнаульского полимера. Дмитрий Дроздов, Сергей Балуев, Михаил Ильфуншан. Новости. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...